Что есть доброта? В ком из нас живет истинное сострадание? В далеких школьных годах я не задумывался над этим. Я, как и многие ребята в то время, беззаботно окунулся в прелести детства. Носился целыми днями по улицам, выискивая приключения на свою голову. Или же играл с друзьями во дворе. Пока мать с окна не позовет домой. В подробности, думаю, впадать не стоит. У всех было такое время. Теперь я помню далеко не все. Но один человек остался в моей памяти навсегда. Он был из тех, кого считали изгоем. Я спрашивал у вас про сострадание, но не упомянул о жестокости. О той самой жестокости, которая присуща толпе, состоящей из несовершеннолетних детей. Я мало что знал о его семье. Но видно, он был не особо ей нужен. Этакий вечно грязный. Одним только своим видом, при появлении на людях, вызывал шквал оскорблений и насмешек в свою сторону. Так и ходил с нами, словно не замечая, что его все ненавидят. Окончательно свихнувшимся чудиком, его стали считать после того, как он своими руками похоронил только что сбитую собаку. Какую-то бродячую собаку. Как сейчас помню, сидит он на коленях, прямо в парке, и руками землю роет, периодически поглаживая труп собаки. Даю бубня себе под нос. Что же вы? Похоронить же надо. Надо похоронить. Толпа детей смеется в голос, наблюдая за происходящим. Кто-то выкрикивает, теперь он Лишайна, его вообще трогать нельзя. После того заявления, все дружно отодвинулись от него на пару метров. Так и пошло. Смотрите, Лишайна опять собаку тащит. А он тащил, все хранил их и хранил. Тогда шел жестокий отстрел бродячих собак. Стреляли метко, иногда даже посреди белого дня. Но его трупы почему-то убирали не всегда. Шли года, мы взрослели. Конечно, многое поменялось. Не изменился только Лишайный. Так и ходил. Вечно грязным и никому не нужным. Так и хранил. Всех мертвых собак своими руками. А в один день пошел слух, что несколько пьяных подростков пытались проучить Лишайного. Поймали прямо во дворе. И избивать стали. Да только вот неизвестно, откуда взявшаяся сворка собак помешала этому. В итоге несколько человек с многочисленными ранами и признаками бешенства оказались в больнице. Чуть позже один из этих парней умер от какого-то осложнения. Во дворе стояла патрульная машина. Несколько человек в форме пытались разнять двух дерущихся. Прямо посреди белого дня. Как выяснилось позже, одним из них был отец Лишайного. В отличие от своего сына, выглядел он совершенно нормально. Что меня немало удивило. Я полагал, что он не из благополучной семьи. И никогда не задумывался, что именно этот дядька, которого я часто видел, его отец. Другим дрочаном оказался отец погибшего парня. Он отчаянно пытался ударить своего противника, выкрикивая мат в его адрес. Я уже точно не помню слова, но примерно это из-за твоего животного погиб мой сын. Мол, это ты его таким сделал. В ответ отец всем известного изгоя кричал. Он человек с большой буквы. Он живет таким. И я не трогаю его. Потому что в нем добра больше, чем в каждом из вас. Надо задуматься, кто еще животное. В итоге все закончилось. Машина увезла обоих. Не знаю, совпадение это или нет. Но нашли потом Колю с пробитой головой в подъезде. Да, у Лишейного было имя, Коля. Похоронили. А через месяц уборщица со двора клялась и божилась, что видела, как погибший Колька собаку закапывает. Говоря, что похоронить надо обязательно. В своем городе мертвых собак я больше не видел никогда. Я не пытаюсь вызвать у вас ненависть к людям. Нет. И тем более не пытаюсь преподнести что-то невероятное мистическое данной истории. Я просто захотел вам это рассказать.